Номер 11 за 16-й год Содержание Номера Ноябрь месяц Как раз месяц ноябрь Реабилитация после автомобильной травмы Это письмо мне Прислал Мужчина Как он выходил из этого И академик Наталья Викторовна О работе мозга То есть я люблю Все это слушать Все это как-то Сопоставлять Чему-то учиться И вот Смотришь что-то или иной материал А там любишь Какая-то интересная статья И ты эту статью читаешь Либо по ней работаешь И она тебе Чему-то да научит Ну ноябрь месяц День Иакова 5 ноября 9 ноября День Нестора День Анастасии 11 ноября В народе этот день прозвали Днем Анастасии Овечницы И Авраами Овчара То есть в этот день Значит из шерсти Овечи Пряли нитки Из которых Вязали Теплые одежды На зиму Детям сегодня Давали различные Загадки Касающиеся Овец То есть все было Как бы приурочено Вот сейчас Наступала зима Значит надо Приготовить было Теплую одежду И вместо того Чтоб чем-то там Заниматься Таким этаким Народ Подготавливался К зимнему времени А именно Значит шил Шубы Что там Вязал какие-то Носки Плотки И благодаря этому Переносил это время Нормально Потому что Ну не было Раньше Такого Как сейчас За тебя уже Что-то там Связали Сделали Тебе только надо Заработать деньги Да это купить И Использовать А вот интересно Смотрите На 20 ноября Такие вот Рекомендации Значит Если беременная Женщина Сегодня много Спит И мало Трудится То ребенку Передадутся Эти качества Он будет Ленивым То есть Видите Как было Подмечено Интересно Вот И если Мы заботимся О своем Будущем Ребенке То Желательно Это соблюдать Потому что Если Ну будем Говорить Хотя бы Если это Работает А мы Это не Сделали То потом Говорим Своему Ребенку Сделай То Сделай Это А он Заленился И это Все Ложится Опять таки На нас Надо Что-то Что-то За него Сделать Он Не Помогает Тебе Ну и Ну и Все Отсюда Вытекает То есть Мне Вот этот Календарь Потряс Конечно Своей Мудростью Которая В нем Заключена И я Хочу Вообще То Еще Разок Переписать Календарь Уже С учетом Славянского Календаря До Христианского В котором Вот эти Вот еще Жизненные Явления Были Привязаны К соответствующим Датам И явлениям Природы Как я говорил Это Летнему Солнцестоянию Зимнему Солнцестоянию Весеннему Осеннему Равноденцу И прочим Дням Вот Энергетика Которых Меняется Для того Чтобы Это все Использовать А не Просто так Что-то День Там Суббота И все День Там Бурья День Матфея Так Вот В теории Практика Самоздоровления Реабилитация После Автомобильной Травмы Владимир Эткин Рассказал О том Как Он восстановился После Автомобильной Травмы Свои Замечания Я сделал Курсивом То есть Он Ну Попал Под Автомобиль В начале Января 2014 года Меня сбил Маленький Джип Рав Четыре Ударившись А мое Бедро Повредил Себе Бампер А меня Наградил Пятью Переломами Три На шее Оскольчатый Перелом Правой Локтевой Кости И косой Перелом Малоберцовой Кости Левой Голины Вот Благодаря тому Что он Раньше Занимался Сплодзале У него Были Накаченные Мышцы И Это Еще Его Спасло От Того Что Ну Как-то Все Это Мышцы Еще Держали А так Бы Еще Были Там И Там И Другие То есть Могла Быть Мгновенная Сметь А Там Дальше Видите Перелом Возник От сильнейшего Удара Об Асфальт Помимо того Что Машина Вдарила Он Еще Об Асфальт Вдарился И В результате Этого Падения Другие Там Получились Травмы И вот Он Рассказывает Как Не сдался Как Он Боролся Что Он Делал И вот Люди Не дай бог Конечно Кому-либо Попасть В такую Ситуацию Но Если Уже Человек Попал То Ему Нужны Примеры Как Можно Самого Себя Восстановить И вот Он Как раз Показывает И Подробно Описывает Что Он Делал Для Того Чтобы Выйти Из Этой Ситуации Вот Как раз Владимир В Галоаппарате Который Держит И тут Еще И Врачи Неправильно Действовали Там То Это Надо Знать Как Закрепить Не Совсем Правильно Там Закрепляем Ну Много 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 Чего Я бы Посоветовал Еще Во время Таких Травм Для Скорейшего Восстановления Значит Использовать Ну Помимо Того Что Должны Быть Конечно И Аппараты Которые Правильно Вас Вытянут Зафиксируют Чтоб Все Срасталось Да Использовать Какие-то Упражнения Которые Начинают Укреплять Эти Эти Связки Мышцы Восстанавливает И плюс Естественно Питание Свежевышатые Соки Обязательно Проросшая Пшеница Обязательно Там Творожок Обязательно Значит Чайки На основе Спорыша Полевого Хвоща Здесь Содержится Кремни Чтобы Сосудики Восстанавливали Чтобы Ничего Не черствело И Оказывается Оказывается Можно Можно Себя Восстановить Очень И Очень Хорошо Практически Что данная Травма Может И не Сказываться В дальнейшем А так как Люди Обычно Ах Кто Виноват Что Делать Как Как Вот Это Врать Что-то Там Сделать Или Не Сделать Полагается На Медицину Медицины Конечно Что-то Она Там Делает Вот Но По Большому Счету Больной Интересен Только Самому Себе Сдаются И Как Правило Становятся Инвалидами На Всю Оставшуюся Жизнь Вот Теперь Вот Смотрите Академик Наталья Бехтерова О работе Моза Вот Как Она Красавица Была Красавица И умница То есть Когда На человека Смотришь Вот Сразу Видно Некую Некую Красоту И Внутреннюю Гармонию Которая Говорит И О Исследовательских Способностях О уме И Вот Она Конечно Много Занималась Этим Вопросом И В конце Концов Что Там Она Сказала Ну Вот В результате Большой Проделыванной Работы Работы У нее Сложилось Мнение Что Человек Мыслит Не мозгом А Более Какими-то Другими Структурами Вот Тут И Про Вещие Сны Написано То есть Мозг Больше Является Как Своего Рода Передатчиком Вот Этого Всего Мыслительного Процесса Который Совершается Совершенно В Иных Структурах А как Я уже Вам Рассказывал Это В Тонких Телах Начиная От Уровня Духа И спускаясь На уровень Души Вот там В основном В душе И Рождается Вот эта Мысль Которая Уже Дальше Идет Идет Будем говорить На землю На воплощение И мы Пытаемся С помощью Мыслей Значит Делать То-то 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 Интересная Статей Когда Знаете Вот Допустим Не хочу Сказать Что Я там Для кого-то Авторитет Надо Звание Или еще Что-то А вот Когда Человек Действительно Авторитет Который Много Много Проделал Большую Работу Изучал И Приходит К таким Вот Выводам То Ты Понимаешь Что Наука Она Вроде бы Пытается Что-то Вот Исследовать Рассказать Нам А эти знания С учетом Окультной Науки Окультизма Давным-давно Были Изложены Та же Блаватская Те же Йоги И многие 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 Другие Просто-напросто Их надо Внимательно Читать Применять И И все Становится На своем Места Потому что Очень много Направлений Школ В психологии А Толку В лечении Психических Болезней Очень И очень Мало Продолжение следует...